На этом праздничные мероприятия, посвященные Дню мира, не закончились. В сквере мира на второй станции фонтана участницы национальной платформы «Женщины за мир» также поддержали всеукраинские акции. Какая атмосфера царила на мероприятии, подробнее в сюжете моих коллег. День милосердного и справедливого мира. Одесские активисты национальной платформы «Женщины за мир» не остались в стороне и также присоединились к всеукраинским акциям, посвященным Международному Дню мира. Инициатор проведения флешмобов по всей стране – руководитель национальной платформы «Женщины за мир» – народный депутат Украины Наталья Королевская. Крадо 2021 года лучше, чем было. Организаторы объясняют, что это обусловлено пандемией коронавируса, которая внесла существенные коррективы в жизнь каждой семьи. 40 лет назад в Генеральной Ассамблее ООН резолюция была учреждена на этот праздник. И мы очень рады, что Международный День мира именно мы можем отмечать, что «Женщины за мир» стремятся к этому. И с нашим лидером Натальей Юрьевной Королевской мы все объединяемся для того, чтобы все-таки Украина наступила мир. Украине нужен мир. Символично, что акция прошла в Одесском сквере мира, который торжественно открыли несколько лет назад в преддверии этого же праздника. Рядом расположена Одесская облгосадминистрация, Приморская администрация и станция переливания крови. Благоустройство ранее заброшенной территории проходило за счет общественного бюджета. Сегодня здесь присутствуют многодетные мамы, депутаты разных уровней, врачи, учителя, представители общественных организаций. Мы все собрались здесь для того, чтобы показать всей Украине, всему миру, что мы хотим мира. И сегодня проходит тоже такая акция, проходит в очень значимом месте, который был создан по инициативе областного совета мира в сквере мира города Одессы. Организаторы мероприятия отмечают, что подобные акции несут в себе также и образовательный характер. Чтобы молодое поколение воспитывало в себе чувство личной причастности к вопросам сохранения мира, чувства дружбы и уважения друг к другу, родители должны регулярно проводить беседы на тему противодействия насилию и войне. Я сама росла в горячей точке, я знаю, что это такое жизнь, когда стреляют, когда в тебя целятся и гранаты рядом разрываются. И мой сын, вот когда я его воспитывала, я ему очень часто рассказывала и много, он сам спрашивал, мама, расскажи. Я рассказывала, не скрываясь. Конечно, малышам это еще рано знать. Вот именно со стороны плохое, хорошее я им стараюсь преподнести. Я им говорю, что есть хорошие люди, есть люди не очень, но мы должны стремиться, чтобы всем были хорошие наши дети и окружающий мир. И все зависит от нас, какой мир будет, как мы воспитаем вас, как вы воспитаете своих детей. Вот, ну и в она это один из аспектов. Я хочу, чтобы был мир! В конце флэшмоба участники акции выпустили в небо воздушные шары. К слову, активисты позаботились об экологии и запустили латексные шары, которые полностью разлагаются за пару лет. Забота об окружающей среде – также весомый вклад в борьбе за мир. Мы за мир!